Восьмилетний ребенок стал жертвой неторопливости аварийных бригад. Он погиб от удара током. В деревне Подрезово 27 апреля вечером больший груз оборвал провод линии электропередач. Столбы в деревне старые, гнилые, провода висят гораздо ниже норматив. И этот провод водитель просто не заметил. Заметили местные жители. Как они говорят, заявку в Россети подали. Но те и сам факт обрыва не зафиксировали оперативно и на заявку оперативно не выехали. В результате трагедия. Мы встретились с родителями погибшего ребенка. Около дома стоял неисправный столб. Он был наклоненный на бок. Провода висели очень низко. Проехала машина и задел этот провод. А я утром на работу собрался. Я его просто не заметил. Он с той стороны был. Я вышел как-то и внимания даже не обратил. Мы с ребенком, я его встретила из школы. Идем домой, у нас оборванный провод. Я быстрее побежала, чтобы позвонить, вызвать, чтобы уладили эту неполадку. Ребенок не пошел со мной, был дома с телефоном. Он вышел на улицу, да. Он вышел на улицу и вот этот провод. Он задел этот провод. Ребенок уже около этого провода валяется. Он выбежал, он выбежал и локоточком задел. У него вот локоточек обожженный был. Его ударил и все. Так, понимаете, он вышел босиком. Если бы он вышел в шлепанцах, его бы ничего не было. А он вышел босиком. До этого им не от меня был звонок, что поврежденный провод, валяется оборванный провод. Не было предприняты никакие меры. Когда случилась эта трагедия с моим ребенком, они ночью приехали, заменили мне, поставили новый столб и повесили провода, как должны быть, пока не случилось такое с ребенком. У меня ребенок всего 8 лет прожил. По этой их халатности. Провода висели, вот ниже вот этого провода. Вот самый нижний провод есть. Ниже его висел. А по регламенту они должны быть 6 метров 12 сантиметров. Виноваты эти электрики. Больше некому. Камазис, потому что, ну, честно скажу, на 20-тонник нитку он не почувствует. Это халатность. Они не обратили на это внимание. Стоит этот стол старый, висит эти провода низко, ну и наплевать. Они вот эти заменили, вот, счетчики поставили новые, и все. А это наплевать. Стоит или что стоит. Ему всего лишь 8 лет. И все, он невинный ребенок. Из-за них он пострадал. Из-за них, из-за их халатности. Комментарии мы попытались получить в Борском филиале Россетей. Как выяснилось, у них не только проблема с содержанием электросетей на подвесной территории, даже в собственном здании электрооборудование не работает. Не работает. У Россетей нет электричества. А вы руководитель, да? Добрый день. Почему не отреагировали? Девушка, еще раз, пожалуйста, будьте добры обратиться в пресс-службу личного филиале. Ну вот, если бы вы отреагировали на заявку, ребенок бы остался живым? Девушка, будьте добры, обратитесь в пресс-службу личного филиале. Кстати, единственное, что сообщили нам в пресс-службе Россетей, это то, что они оказывают всяческое содействие правоохранительным органам, которые ведут расследование случившейся трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура держит это расследование под контролем. Продолжение следует...